Постановлением Кабинета Министров от 12 апреля 2022 года номер 172 утверждены правила дорожного движения в новой редакции. Установлено, что скорость движения транспорта в населенных пунктах разрешается не более 70 км в час, на дорогах вокруг школ и детских садов 30 км в час на расстоянии до 300 метров, а в жилых районах и прилегающих территориях на земельном участке между жилыми домами не более 20 км в час. При этом на основании решения Республиканской комиссии в области обеспечения безопасности дорожного движения максимальная скорость движения транспорта в районах с высокой интенсивностью движения и высокой плотностью населения в городах Ташкенте, Нупусе и областных центрах может быть установлена на уровне 60 км в час. Перевозка грузов легковыми автомобилями допускается при высоте груза в багажнике, установленном на их крыше, не более 1 метра, за исключением перевозки велосипедов, усиленных специальными приспособлениями, и длине не более 50 см от габаритов автомобиля. Грузовые автомобили обязаны двигаться только с правой стороны проезжей части дороги во всех случаях, за некоторыми исключениями, установленными правилами дорожного движения. Запрещается остановка транспортных средств на поворотах и без достижения или прохождения 30 метров до них. Велосипедисты, движущиеся по проезжей части без велосипедной дорожки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязаны находиться в куртках, светоотражателях или верхней одежде со светоотражающими элементами. При этом эти светоотражающие элементы должны быть видны другим водителям. Также будут проведены адресные мероприятия среди населения и водителей по темам, касающимся перевозки детей в возрасте до 7 лет в специальных детских креслах, детей в возрасте от 7 до 12 лет с ремнями безопасности со специальными удерживающими устройствами, а также пассажиров, находящихся на заднем сидении транспорта с ремнями безопасности. В обновленных правилах дорожного движения Узбекистана, который вступает в силу с 1 мая, введена норма об обязанности пассажиров передних сидений транспортных средств пристегиваться ремнями безопасности. В пункте 9 правил говорится, что водитель и пассажиры передних сидений должны пристегнуться до начала движения транспортного средства, конструкции которого предусмотрены ремни безопасности. По-прежнему разрешается не пристегиваться детям до 12 лет на заднем сидении, инструктору по вождению, когда за рулем находится обучаемый, беременным женщинам и больным пассажирам, состояние которых не позволяет им пристегнуться. При этом появилось требование о наличии справки об этом. Не пристегнутыми также могут быть водители и пассажиры специальных транспортных средств, имеющих соответствующие цветографические схемы на наружной поверхности и оборудованных проблесковыми маячками синего, красного или синего и красного цветов. Водители, выполняющие маневр движения задним ходом, а также водители линейных такси, теперь обязаны пристегиваться. Постановление правительства от 12 апреля, которым утверждена новая редакция правил дорожного движения, Министерству внутренних дел поручено вести большую разъяснительную работу о важности с точки зрения сохранения человеческой жизни, использования ремней безопасности на задних сидениях, а также специальных кресел для детей в возрасте до 7 лет и специальных удерживающих устройств с ремнями безопасности для детей от 7 до 12 лет. Редактор субтитров А.Семкин